здравствуйте приветствую вас на своем видео канале сегодня продолжая серию видео что делать чтобы ваше время истекло как можно позже решил рассказать вам о в одном очень важном докторе рекомендации которого нужно не просто знать но и правильно использовать чтобы у вашего врача кардиолога как можно позже появился формальный повод сказать вам ваше время истекло наверное потому что вы не зашли вовремя в нужный вам кабинет говорят что в россии две основных проблем дураки и дороги на мой взгляд скрывается еще более серьезная проблема я бы назвал днд или дураки на дорогах хотя дураки встречаются не только на дорогах россии но и в других странах мира и опытный водитель знает как к этому относиться правильно и использует по умолчанию важное правило называется у д д уступи дураку дорогу ямы канавы ухабы столбы крутые повороты встречаются на дорогах разных стран мира если вы правильно используете возможности своего автомобиля соответствии с особенностями дорожного покрытия а также с особенностями водителя вы больше безопасности если же вы двигаетесь как хотите возможны разные варианты по уровню здоровья примерно 50 60 процентов населения в развитых странах имеют одну серьезную проблему которую многие считают лишь косметической проблемой на самом деле это серьезная медицинская проблема решение которой требует взвешенного целенаправленного и системного подхода я имею ввиду проблему избыточного веса либо ожирения когда человек считает что у него есть избыточный вес и от него легко и просто избавиться тренажерном зале фитнес-клубе используя по своему усмотрению то питание которое он считает нужным серьезно ошибаются как правило для того чтобы появился избыточный вес нужно длительное время кто-то месяцы кто-то годы кто-то десятилетия ведет малоподвижный образ жизни и использует великолепно работающую пищеварительную систему которая позволяет переварить максимальное количество продуктов питания избыток которых и откладывается про запас жировой ткани и когда по своему усмотрению без совета с врачом кардиологом и очень важным врачом лечебной физкультуры пытаются по своему усмотрению усилить уровень двигательной активности результаты могут быть разные когда вы смотрите на рекомендации врача лфк который учитывая возможности вашего организма дает вам достаточно скромную физическую нагрузку а нам кажется смешной вы считаете что вы легко можете ее выполнить она для вас ничего не даст есть прекрасное правило торопиться нужно медленно а с точки зрения снижения веса нужно использовать еще одно правило не брать дурного в голову и слишком тяжелого в руки потому как поторопиться поспешишь людей насмешить но не все смех по поводу своих неудач могут услышать результаты экстремального снижения веса могут быть разные и цена может быть самой высокой поэтому смотрите это видео дальше и вы узнаете как правильно относиться к сердечно-сосудистой системе какие моменты нужно учитывать обязательно при снижении веса чтобы снижение веса дало вам плюс по вашему здоровью а не минус по вашей жизни на телеканалах часто проводят шоу с похудением где потерявший меньше избыточного веса выбывает из проекта иными словами моделируется не оптимальный уровень физической нагрузки и правильное питание которое в данном случае должно обеспечивать уже не похудение физическая нагрузка более значительный в этом плане фактор а более интенсивную физическую работу если же человек поставлен перед выбором если ты похудел меньше чем другой ты выбываешь из проекта иными словами включается соревновательный режим где здоровье уже никого не интересует интересуют лишь результаты кто больше сбросит или быстрее сбросит избыточную массу в этом случае результаты могут быть разные по результатам одного из таких шоу несколько человек погибли от острой сердечной недостаточности почему это происходит это легко объяснимо если мы возьмем человека в состоянии покоя и если у него пульс 60 ударов в минуту то это означает что примерно 6 секунд сердце работало за минуту а 54 секунды восстанавливалась просто систола то есть сокращение сердца это одна десятая секунды время восстановления регламентирует частота пульса если пульс у верхней границы нормы то есть 80 ударов в минуту иными словами уже восемь секунд сердце работало и 52 секунды восстанавливалась то есть работала на треть больше но восстанавливалась примерно такое же время когда вы даете физическую нагрузку все несколько меняется допустим для простоты подсчета пусть будет не 130 предельная величина а 120 ударов в минуту о чем это говорит это о том что сердце работает уже 12 секунд в минуту а 48 секунд восстанавливается иными словами если в первом варианте 60 ударов в минуту одна десятая секунды работа 9 десятых восстановления то в этом варианте одна десятая работа и четыре десятых восстановления переведя на понятный всем язык работа совершается в два раза больше по количеству сокращений а восстановление идет еще в два раза хуже сердце не восстанавливается при этом работа интенсивней она восстанавливается меньше иными словами дистрофические изменения в мышце сердца легко возникают случае если есть избыточная масса тела то миокардиодистрофия у молодого человека с избыточной массой тела уже присутствует иными словами сердце исходно страдала от неправильного питания и были дистрофические изменения в нем если добавить нагрузку добавить работу а временно восстановление соответственно сокращается все только усугубляется и понятно что нагрузки физически особенно при избыточной массе тела должен вам давать не фитнес тренер а врач кардиолог через врача лфк в этом случае ваше здоровье в большей безопасности не только сегодня важно наверное интересует не просто сегодня результат на стрелках весов а вас интересует улучшить уровень здоровья это разные вещи цена может быть разная некоторых случаях максимально возможное чтобы от этой цены уйти нужно правильно дозировать физические нагрузки а при выполнении физических нагрузок нужно еще и правильно дышать такие видео есть на моих каналах наберите школа доктора скачко первый сезон и вы найдете целую серию видео как правильно дышать в разных ситуациях в том числе если вам нужно снижать вес в том числе если у вас есть различные заболевания кардиореспираторной системы сердечно-сосудистой системы такие как ВСД такие как гипертоническая болезнь которые при избыточном весе всегда будут иметь место в разной степени возможно будут и метаболические изменения которые еще больше степени нарушают работу как сердечной мышцы так и всего организма ведь для того чтобы интенсивно работать нужно первично не вторично не потом не на пенсии не в отпуск а до совершения работы обеспечить эту работу на метаболическом уровне правильным питанием правильным употреблением воды во время физической нагрузки также нужно правильно использовать правильное дыхание правильное употребление воды для того чтобы нагрузка совершалась легко и результат был положительный по вашему здоровью а не отрицательный по работе разных систем особенно по работе кардиореспираторной системы очень важная система которая интенсивно работает без отдыха пищеварительная система работает с отдыхом вы поели она поработала вы не кушаете она восстанавливается почки также работают периодически вы пьете достаточное количество воды и правильно пьете воду почки работают правильно вы пьете по другому воду не не учитывая особенности обмена веществ вашем организме и почки работают несколько по-другому от системы питания зависит и работоспособность мощного более мощного чем почки фильтров под названием печень а это еще и метаболический мозг вашем организме который должен поддерживать в кровеносной системе примерно 500 разных показателей на нужном уровне для работы каждой вашей клетке и в режиме реального времени клетки также работают постоянно вы не задумывались об этом что не только днем работает интенсивно организм но и в ночное время тоже есть некоторые показатели которые также могут ставить свое вето на выполнение тех же физических нагрузок и не давать вам совершать нагрузки на пределе своих возможностей предел снижается если в крови повышаются некоторые очень важные показатели просто нагрузка физическая при некоторых биохимических показателях совершается тяжелее и с большим ущербом для вашего здоровья бесполезно в этом случае питать клетки полноценно потому как некоторые компоненты плазмы крови могут серьезно нарушать этот процесс а еще раз интенсивно работает сердце и быстрее изнашивается вот что это за показатели какие показатели нужно обязательно учитывать прежде чем выполнять физические нагрузки либо для того чтобы помочь вашей кардиореспираторной системе если она уже серьезно пострадала работать лучше и дольше вы узнаете следующем видео это не один показатель целая группа показателей которые нужно учитывать для того чтобы в состоянии покоя либо обычной жизнедеятельности не говоря уже о более интенсивной нагрузки физической вы выдерживали их лучше и жили дольше об этом вы узнаете в следующем видео на моем канале серии что делать чтобы ваше время истекло позже на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моего канала словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения и пока вы думаете кому отправят ссылочку на это видео не забудьте поставить на него лайк если вы не подписчик моего канала не забудьте подписаться чтобы вы среди первых узнали те важные показатели вашего здоровья которые регламентируют выполнение физических нагрузок и учитывая их вы нагрузки выполняете правильно и безопасно для своего здоровья не учитывая вы серьезно рискуете своим здоровьем и цена за такой риск может быть сожалению максимально кардиологические заболевания часто выносят приговор да есть онкологические заболевания это скорее предупреждение вот об этом я расскажу в одном из следующих видео а в следующем видео я начну рассказывать о тех биохимических показателях на которые вы часто не обращаете внимание они имеют для вас важно и я бы сказал даже в данном случае жизненно важное значение до новых встреч на моем канале